В 1960 году произошла одна из самых трагичных катастроф в истории космонавтики. Взрыв на космодроме Байконур унёс жизни около ста человек. Советские власти засекретили всё, связанное с этим. А в этом видео я хочу рассказать об этой катастрофе, а также о других страшных происшествиях, связанных с покорением космоса. X-15 и Союз-1 были двумя важными миссиями в истории космической эры, которые, к сожалению, закончились катастрофами. Можно, конечно, поспорить на предмет того, относится ли проект X-15 к космической программе, если это гиперзвуковой самолёт, а не ракета. Но тогда рассудите сами. Полёт Гагарина в космос состоялся на высоте 160 километров. Точнее, её параметры менялись, но это другая история. Официально воздушное пространство над государствами заканчивается по линии кармана 100 километров, так как на этой высоте начинается космос. По стандартам, в США считается начало космоса на высоте 80 километров. Атмосфера Земли заканчивается на высоте 3000 километров. Так что считать космосом? Проект X-15 был экспериментальным гиперзвуковым самолётом, который разработали в США ещё в 50-х годах фирмой North American. Первые полёты начались в 1959 году. Этот самолёт совершил 199 полётов на скорости свыше 7 махов. Летал он на высоте выше 100 километров. Кстати, интересный факт. С 1960 по 1962 года на этом самолёте летал тот самый Нил Армстронг, который потом высадился на Луну. За время всех этих полётов была всего одна катастрофа со смертельным исходом. Это был 191 полёт 15 ноября 1967 года. Для пилота Майкла Джеймса Адамса это был уже седьмой полёт на X-15. Так что он уже имел опыт управления этим аппаратом. Но во время набора высоты самолёт попал в гиперзвуковой штопор. Адамс не понимал, как на такой скорости вернуть управление машине, так как никаких инструкций на этот счёт не существовало. Он отчаянно боролся с машиной, и спустя некоторое время ему удалось восстановить управление самолётом. Однако, по неизвестным причинам, самолёт разрушился прямо в воздухе. А вот «Союз-1» – это был уже не самолёт, а первый пилотируемый космический корабль. Прошу не путать с первым полётом человека, так как Гагарина запустили как болванку, то есть на его месте могла быть собака или обезьяна. Ничего бы не изменилось. Так вот, Владимир Михайлович Комаров был первый советский космонавт, который управлял пилотируемым аппаратом. По плану этот корабль должен был выйти на орбиту, а следом за ним должны были запустить второй корабль «Союз-2». Там должна была пройти первая в мире их стыковка, но из-за проблем на старте с «Союз-1» этот план был отменён. Как только «Союз-1» вышел на орбиту, то у него сразу начались проблемы. Не раскрылась одна из панелей солнечных батарей, и потому корабль стал испытывать нехватку электроэнергии. В итоге решили прекратить полёт досрочно. На девятнадцатом обороте вокруг Земли корабль сошёл с орбиты. Комаров, управляя кораблём, делал всё правильно, чётко по инструкции. Но уже после вхождения в плотные слои атмосферы на высоте 7 километров вытяжной парашют не смог вытянуть основной парашют из лотка. А на высоте полтора километров запасной парашют не сработал, так как его стропы обмотались вокруг неотстрелянного вытяжного парашюта от основной системы. В итоге аппарат ударился о Землю на скорости 180 километров в час и загорелся. Но космонавт погиб мгновенно, от самого удара ещё до пожара. Только представьте его состояние за секунду до смерти. Его парашютная система подвела дважды. Мы живём в удивительное время. Если раньше покорять космос могли себе позволить только целые государства, то сегодня этим занимаются частные компании. Компания Virgin Galactic, основателем которой является миллиардер Ричард Брэнсон, планирует проводить коммерческие полёты в космос. 11 июля 2021 года космолёт VSS Unity уже совершил первый коммерческий рейс, на борту которого среди шести пассажиров был сам владелец компании Branson. Уже сегодня около 600 человек оплатили билет и заняли очередь для полётов. Но сначала нужно всё проверить, потому проходят испытания за испытаниями. И как раз таки одно из таких испытаний закончилось очень плохо. Космолёт VSS Enterprise 31 октября 2014 года потерпел крушение во время полёта. Причиной трагедии послужила ошибка помощника командира корабля. Из-за перегрузок он занервничал и разблокировал хвостовое оперение, переведя его в положение торможения раньше времени. Во время разгона это делать категорически запрещено. Но компания полностью полагалась на профессионализм пилотов, не учитывая психологический фактор. В итоге от перегрузок космолёт развалился в полёте, командир катапультировался, а его помощник погиб. Выживший пилот рассказывал, что его сознание отключалось дважды. Первый раз из-за перегрузки, а второй раз из-за нехватки воздуха. Аварийную систему подачи кислорода включить не успел. Он начнулся от рывка парашюта и смог благополучно приземлиться. На космодроме Байконур в 1960 году за 30 минут до запланированного запуска межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 произошёл несанкционированный запуск двигателя второй ступени. Из-за этого разрушились баки первой ступени и произошёл взрыв компонентов ракетного топлива. Как обычно это водилось в СССР, про эту катастрофу никто не знал, ведь всё засекретили. Информация об этом стала доступна лишь в 1989 году. В результате катастрофы погибло от 92 до 126 человек. Но точные цифры до сих пор неизвестны. Такие жертвы были из-за нарушений правил технической безопасности. Погибло много высокопоставленных инженеров и военных в офицерском звании, включая главного конструктора ракеты Митрофана Неделина. Это происшествие получило название «Катастрофа Неделина» или «Байконурская трагедия». Взрыв топливных баков на Плесецке в 1980 году. И снова коснёмся военной темы. На этот раз 18 марта 1980 года на космодроме в Плесецке планировали запустить военный спутник. Но в ракетоносителе «Восток-2М», которая должна была вывести этот спутник на орбиту, произошла утечка топлива. В итоге произошёл мощный взрыв. За ним ещё 4 взрыва и снова людские жертвы. Почему во время запуска ракеты опять погибают люди? На этот раз погибло 48 человек. Среди них было много солдат-срочников, которые стояли по периметру, охраняя площадку старта. Они сгорели заживо. Расследование показало, что причиной послужило применение каталитически активных материалов при изготовлении фильтров перекиси водорода. Но это определили аж в 1996 году на повторной комиссии, где реабилитировали личный состав боевого расчёта космодрома. Ведь изначально всё спихнули на них. Китайский космодром Сичан действует с 1984 года. Его начали строить ещё в 1967 году. Но в 1972 финансирование проекта прекратили из-за поэтической чистки учёных. Строительство возобновили лишь спустя 10 лет и закончили в 1984 году. В том же году состоялся первый запуск ракеты. Конечно, и в Китае тоже не обходилось без трагедий. 14 февраля 1996 года со спутником на борту стартовала ракета Чанчжэн-3Б и через 22 секунды полёта упала на деревню. Сколько человек погибло в деревне до сих пор неизвестно. Китайские власти сообщили о шести погибших и пятидесяти семи раненых. Разные западные источники не согласны с этим и считают, что жертв было больше. Причиной трагедии послужил отказ электроники в системе управления полётом. 2263 года назад впервые греческий учёный Эратосфен Керенский вычислил радиус Земли. По его расчётам получилось 6287 километров. Что, в общем-то, не сильно отличается от современных данных в 6371 километр. То есть в отсутствии ракеты спутников люди не сомневались в том, что Земля круглая. Что же случилось с нашими современниками? 64-летний Майк Хьюз был одним из плоскоземельщиков. И вместо того, чтобы забраться на гору или полететь на самолёте, он захотел построить свою ракету, чтобы полететь на ней и доказать всем, что Земля плоская. Заметьте, что его ракета должна была подняться на высоту 1 километр 525 метров. К слову, есть много гор, которые намного выше. На этот проект он потратил 18 тысяч долларов. Что могло пойти не так при таком бюджете? На этом видео мы видим, как его ракета на паровом двигателе взлетела и потеряла парашют в самом начале. Но кто ему мешал надеть парашют на себя лично? Он мог спросить у любого планериста о системе безопасности, и они бы ему рассказали, что обязательно одевают специальные компактные парашюты. Даже больше, они бы могли покатать его на высоте выше 4000 метров, где он без риска для своей жизни мог бы полюбоваться земными красотами. Но, как правило, люди, считающие Землю плоской, никогда и никого не слушают. Вот к чему приводит, когда плохо учишься в школе. Аполлон-1. Эта трагедия произошла 27 января 1967 года, еще на стадии тестов. Самое ужасное то, что все происходило на Земле, и по идее было кому помочь в случае неудачи. Была произведена симуляция запуска корабля, и внутрь был запущен кислород с высокой концентрацией. Но проблема в том, что вдруг начался пожар, а кислород эффект усилил в разы. Все произошло очень быстро. В итоге все три члена экипажа, Виргел Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи, сгорели заживо. Ужасная смерть. Даже врагу такого не пожелаешь. Но какие причины трагедии? Корабли серии Аполлон использовали чистый кислород с низким давлением вместо обычного воздуха, потому что это было легче и удобнее для выхода в космос. Но на Земле и во время тренировок давление кислорода было повышено, что делало некоторые материалы очень горючими. НАСА не хотело менять этот газ на смесь с азотом, потому что считало это безопасным и простым. Скорее всего, пожар начался из-за искры или короткого замыкания в проводах. Комиссия, которая расследовала аварию, нашла несколько мест в корабле, где это могло произойти. Как только начался пожар, огонь быстро распространился и повредил скафандр астронавтов. Сложный люк и его замки не дали экипажу быстро открыть люк изнутри. Комиссия сказала, что астронавты умерли от того, что дышали дымом через 14 секунд после начала пожара. «Союз-11» – это был последний корабль в миссии «Союз». 6 июня 1971 года старт прошёл в штатном режиме. Экипаж в составе трёх человек, пробыв на борту станции 23 дня, поставили на мировой рекорд по продолжительности нахождения человека в космосе. 30 июня 1971 года уже во время возврата домой на Землю произошла утечка воздуха. Космонавты просто задохнулись. Страшно представить, как твоё сознание постепенно гаснет из-за отсутствия кислорода. Это была первая в истории смерть людей в космическом пространстве. После этого происшествия ввели обязательно правило использовать скафандры во время старта и посадки. Но возникает вопрос, то есть они 100% должны были выжить, если бы это правило было введено заранее? Столько человек работало над проектом, и никому не пришло в голову такое простое решение. Трагедия произошла из-за технической поломки в системе отсоединения спускаемого аппарата. Катастрофа Челленджера. В этой катастрофе все семь членов экипажа оставались живы до самого конца. 28 января 1986 года на высоте 14 км на 73 секунде полёта шаттла Челленджер произошёл отрыв левого ускорителя от одного из двух креплений. Он пробил основной топливный бак и произошёл взрыв. Кабину с пилотами оторвало в результате взрыва. Члены экипажа были в сознании и даже успели включить персональные приборы подачи воздуха. Они погибли от удара о воду при падении с высоты 20 км. Среди членов экипажа была обычная учительница Криста Макколев, которая выиграла общенациональный конкурс на право лететь в космос. Вот как иногда случайность может влиять на судьбу человека. Эта катастрофа снималась на видео и за этим происшествием наблюдало огромное количество зрителей. Даже комментатор не сразу понял, что произошла трагедия. Все наблюдатели надеялись, что ситуацию можно исправить. Катастрофа Колумбии. И опять катастрофа уже во время возвращения на Землю. Но трагедия была предрешена ещё на этапе взлёта. Только об этом никто не знал. Хотя нет. Инженеры предполагали, что могла повредиться изоляция и настаивали на визуальном осмотре астронавтами места повреждения. Руководство НАСА им в этом отказало. Также было отказано в получении данных от военных. Лично я не понимаю, почему начальство проявило такой пофигизм. Дело в том, что во время взлёта от топливного бака отлетел кусок твёрдого изоляционного материала и повредил керамическое теплозащитное покрытие на крыле шаттла. В итоге 1 февраля 2003 года при возврате на Землю часть крыла шаттла не выдержала высоких температур, и аппарат полностью развалился в воздухе на высоте 63 километра. Погибло 7 астронавтов. Это событие привело к приостановке полётов шаттлов на целых два года. Исследование космоса всегда сопровождалось опасностью. Но с развитием технологий эти полёты становятся всё более и более надёжными. Уже не за горами то будущее, когда обычные люди смогут летать в космос, как сегодня это делают на самолётах. На этом у нас всё. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, если оно было полезным и интересным. И до встречи в следующих видео. Пока!